Виталий Семенович, преподаватель спецдисциплин Виталий Семенович, преподаватель спецдисциплин Виталий Семенович, преподаватель спецдисциплин Виталий Семенович, преподаватель спецдисуплин Предусмотрен крепеж, и вот таким образом косилка крепится к стене. Повторяем, электрическая газонокосилка в своепартовом строительстве и эксплуатации не используется при уходе за газонами, а используют в основном бензиновые модели. Итак, перед нами бензиновая газонокосилка фирмы Simplicity с американским гибридом Brickstradden. Основной рабочий орган газонокосилки также металлический нож. По типу сбора травы газонокосилка имеет травосборник. Мы знаем, что газонокосилки бывают с боковым выбросом травы и с мульчировыми. В данном случае травосборник имеет объем 65 литров. Он матерчатый. Также травосборники могут быть выполнены из пластика. У газонокосилки также предусмотрена высота скашивания от 3 до 10 см. Итак, запуск газонокосилки. Как вы помните из курса, из лекции двигателя, 4-х тактный двигатель устроен следующим образом. Топливо используется 92-й бензин, отдельно заливается 600 грамм масла. Заводится газонокосилка с помощью механического стартера. Эта рукоятка отвечает за привод на колеса. Эта рукоятка отвечает за скорость передвижения газонокосилки. Итак, какие же газонокосилки используют садово-парковые тресты? Используют с мощностью двигателя в среднем от 5,5 сил и выше. В основном работают газонокосилки с боковым выбросом травы. Итак, перед нами пешеходная газонокосилка. Их называют по-разному. Цилиндрическая, барабанная, шпиндельная, механическая, имеет много названий. Но это все про данный вид газонокосилки. Такого плана газонокосилки бывают оснащены двигателем электрическим, бензиновым и могут быть в качестве навесного оборудования к тракторам. В данном случае перед нами механическая газонокосилка, которая косит газонные травы с помощью барабанного ножа, который вращается при введении в движение колес, и газонная трава попадает между неподвижной частью ножа и лезвиями барабана. Таким образом происходит самый качественный стресс травы. Кончики травы не желтеют. И такие газонокосилки используют даже при выкашивании футбольных полей. Ну, как вы помните, футбольные поля – это у нас спортивные газоны. Итак, здесь простое устройство газонокосилки. Также есть регулировка по высоте от 1 до 4 см. Как опция предусмотрен травосборник на 20 литров. Косилка компактно складывается и предназначена для выкашивания газонов площадью в среднем до 15 соток. Садов-парковом строительстве при эксплуатации данные газонокосилки не используют. Перед нами робот-газонокосилка. На рынке Санкт-Петербурга такие средства механизации появились лет 10 назад. Работает газонокосилка на аккумуляторах. Основным рабочим органом является металлический нож. Данные газонокосилки в Садов-парковом хозяйстве не используют, а применяют на частных участках, на ограниченных по площади газонов. Косилка способна выкашивать обыкновенные газоны в средней площадью до 50-100 соток. Для того, чтобы работала газонокосилка-робот, задается периметр в виде проволоки. Косилка свободно перемещается по участку, объезжает все препятствия, дорожки, скамейки, урны, водоемы, малые формы и так далее. Самостоятельно выкашивает всю площадь газона и возвращается на подзарядку. Перед нами мини-трактор газонокосилка компании Husqvarna. Данный вид техники эксплуатируется на Садов-парковых объектах, привыкашившись к необыкновенных газонам большой площади, 5-10 гектар и выше. Газонокосилка оснащена четырехтактным бензиновым двигателем фирмы Kohler мощностью 15 лошадиных сил. Косилка имеет два ножа, таким образом ширина захвата достигает 105 см. Высота скашивания регулируется с помощью рычага, установленного на мини-тракторе газонокосилки. И траву мы имеем возможность скашивать высотой от 5 см до 15 см. Кожух, где установлены два металлических ножа, называется DECO. Заводится газонокосилка с помощью электростартера, оснащена фарами, оснащена большим травосборником емкостью 300 литров. Таким образом он опорожняется, и рабочий имеет возможность перемещаться на тракторе и дальше скашивать газонную траву. Мини-трактор газонокосилка развивает скорость до 12 км в час и может быть оснащена боковым выбросом травы или же функцией эмульчирования ножа. Чаще всего в городских условиях обыкновенные газоны выкашивают с функцией бокового выброса. Более мощные мини-трактора газонокосилки от 18 лошадиных сил могут иметь навесное оборудование, такое как роторный снегоуборщик, отвал, прицеп и так далее. Преимущества мини-трактора газонокосилки в основном это высокая производительность, маневренность, недостатки, дороговизна изделия и сравнительно дорогой ремонт. Еще раз напомню, в садово-парковых трестах широко применяют мини-трактора газонокосилки такого плана. Самую высокую производительность при кашении газонных трав обеспечивают косилки в качестве навесного оборудования к тяговым средствам к тракторам. Как подытожим вышесказанное, основную площадь городских газонов или газонов обыкновенных с большой площадью выкашивают косилки в качестве навесного оборудования к тяговым средствам, к тракторам. Если финансовые возможности организации не позволяют это сделать, скашивают газоны мини-тракторами газонными косилками или же колесными косилками на базе четырехтактного бензинового двигателя, как правило, с приводом на колеса. Напоминаю, мощность двигателя должна составлять от 5,5 л.с., ширина захвата 50 см. Основную площадь мы выкашиваем газонных косилками, но всегда остается нескошенная трава вокруг деревьев, вокруг скамеек, вдоль забора, то есть в непроходимых для газонных косилок местах. И тогда на помощь приходят триммеры и мотокосы. Напомню, чем отличаются мотокосы от триммеров. Мотокосы – это инструменты, режущей частью которого является металлический диск или нож. Триммером, пусть он электрический или бензиновый, является инструмент, режущей частью которого является леска. Итак, передо мной электрический триммер, предназначенный для выкашивания зеленой, не одревесневшей травы, не обязательно газонной. Здесь режущей инструментом является триммерный корт или леска. Диаметром от 1,6 мм до 3,0 мм. Это зависит от типа косилки и триммерной головки. Итак, при выкашивании газонных трав Ширина захвата триммера составляет в среднем от 25 см до 40 см. Для работы необходим удлинитель. И время работы самого мощного триммера составляет непрерывно 25-30 минут. Дальше необходим перерыв, чтобы не перегрелся двигатель и не сгорел. Поэтому триммеры в садово-парковых хозяйствах не используют. А применяются триммеры в основном на частных участках или на площадях небольших. Чаще всего на частных усадьбах. Итак, как же косит у нас с вами леска или триммерный корт? Косит за счет высокой скорости оборотов. У электрических триммеров скорость вращения триммерной головки или шпульки составляет 10500 оборотов в минуту. По действиям центробежной силы леска или триммерный корт выпрямляется и скашивает всю зеленую траву. Это может быть осока, лебеда, крапива, сныть, полы. Неодревесневшие побеги, повторяю. Для удобства кошения на данном триммере предусмотрен ремень, который убирает часть веса с рук. Оператору остается только поддерживать триммер и выкашивать в недоступных, повторяю, местах, там, где не проходит газонокосилка, вдоль забора, между деревьями и так далее. Перед нами электрический триммер, но вместо триммерной головки установлен металлический диск. Таким образом, двигатель электрический, чтобы не перегревался при работе с диском, время непрерывной работы составляет 5-10 минут. Перед нами мотокоса фирмы Эхо. Напоминаю, мотокосы работают на базе двухтактного бензинового двигателя. Топливом является смесь 92-го бензина с двухтактным маслом у Скварна или Штиль. Емкость топливного бака полулитра. Ориентировочный расход топлива, то есть топливо кончается в течение получаса. Итак, данная мотокоса предназначена для выкашивания газонных трав или же травостоя. Основным рабочим органом является металлический диск. Мощность профессиональных коз, которыми работают в трестках садов паркового хозяйства, должна составлять от 1,7 лошадиных сил. Все, что ниже, это у нас является на рынке козами любительскими, непрофессиональными. Скорость вращения диска при работе 8500 оборотов. Для работы предусмотрен ранцевый ремень. Таким образом, часть веса уходит на корпус человека. Рабочий имеет возможность выкашивать траву, используя только направление ножа. Диски в качестве режущего инструмента при кашении трав имеют разные конфигурации. Например, двухлопастной диск предназначен для скашивания обычной зеленой неотрясневшей травы. И скашиваемая трава остается там же, где ее косили. В профессиональных козах чаще всего используют трехлопастные диски. Также существуют четырехлопастные диски, которые используют при заготовке травы. Может быть, фермеры при выкашивании высоких трав при кашении, трава укладывается волками слева и справа в ряды. То же самое происходит при кашении восьмизубым диском. Кроме того, на рынке существуют пильные диски, которые не скашивают траву, а способны спиливать не только одревесневшие кустарники, но в том числе и деревья диаметром до 8-10 см. Итак, напоминаю, тема сегодняшнего урока – машинные механизмы для ухода за газонами. Типы газонокосилок – электрические, бензиновые, барабанные, аэраторы и вертикутеры. Аэраторы предназначены для вычесывания мертвой травы на газоне, для вычесывания мха. Аэраторы используют весной при уходе за газонами обыкновенными, за спортивными газонами. Основным режущим инструментом аэратора может быть металлическая звездочка, которая прокалывает поверхность газона и обеспечивает таким образом доступ воздуха к корневой системе газонных трав. Это могут быть грабные, которые вычесывают также мертвую траву из газона, и помощником является, помимо аэратора, скорификатор. Точнее, не помощником, а более серьезной машиной, которая способна восстанавливать газон. Если газон, например, вымокает, порос мхом, увядает, находится в тени, плохо произрастает, на помощь приходят вертикутеры или скорификаторы. Итак, основным режущим инструментом здесь будут являться ножи. Ножи, которые на расстоянии 5 см друг от друга будут прорезать дернину вертикальной плоскости. Таким образом, швы в дальнейшем заполняются смесью земли, удобрений, песка и семян газонных трав. Постепенно газон восстанавливается. Такую операцию при восстановлении газонов выполняют не чаще, чем раз в 5 лет. Они могут работать как самостоятельные единицы техники на базе электрического двигателя, если это небольшая площадь, на базе бензинового двигателя или являться навесным оборудованием к тяговым средствам трактора. Таким образом, скорификаторы аэратора используют для полноценного ухода за газонами. Напомню, что при уходе за газонами какие работы проводят полив, скашивание, подкормки, аэрация, сбор листвы и так далее. Таким образом, техника, участвующая при уходе за газонами, используется различная в зависимости от площади участка. Площади большие – это навесное оборудование трактора. Небольшие площади – частные участки. Соответственно, перед нами появляются средства малой механизации. Самую подробную информацию о машинах и механизмах, используемых в Садовом парке в маршрутном строительстве, вы можете узнать на уроках. Приходите, это интересно. Продолжение следует... ГОДОБРЯ ПОРО congratulations и Anakin с вот своим друзьями. Продолжение следует... Продолжение следует...